Приветствую. Сегодня речь пойдёт о подобии сушек позднего бронзового века из поселения Штильфрид на реке Морава в Нижней Австрии. Хоть исследователи вскользь и упоминают схожесть находок с сушками и не только. В статье учёные из Австрии, Швейцарии, Германии и Греции осторожно называют их странными кольцообразными хлебоподобными объектами и не без причины. Хоть находки почти после трёхтысячелетнего пребывания в земле, да ещё и обгоревшие, не совсем аппетитно выглядят, но ассоциации провести можно. Для меня, к примеру, всю жизнь изделия, похожие по форме на эти, были сухими мелкими бубликами, которыми похрустеть под чаёк самое то. Да и многие зрители проведут ассоциации между сушками и чаепитием. Однако не во все времена эти изделия использовались привычным для нас образом. В данной работе систематизированный научный анализ органических находок в контексте позднего бронзового века был проведён с целью выяснения состава этих изделий, процессов, связанных с их производством, а также какую роль они играли в ритуальных действиях. Важность пищи, или скорее различных блюд, для формирования индивидуальной и коллективной идентичности, а также как средство социальной стратификации, долгое время было темой философии культуры, социальной и исторической антропологии, однако со временем стало ключевой и в археологии. Хотя остатки блюд и тем более их рецепты как-то не особо сохраняются, в последнее время активизировались междисциплинарные исследования в области изготовления пищевых продуктов, особенно на основе зерновых культур в доисторических археологических записях. Выбор видов растений для потребления и превращения их в пищу предполагает их включение в социальное пространство цивилизации. Каждая из этих блюд отражает индивидуальный жизненный опыт, коллективную память и индивидуальность. Благодаря человеческой деятельности и творчеству, экофакты превращаются в артефакты определенных структур и форм, приготовленные по определенной технологии. Следовательно, археологические остатки пищи в любой форме должны рассматриваться как части материальной культуры, требующие не менее четких классификационных критериев, чем артефакты из металла, керамики или стекла. В целом эти наборы информации могут также позволить сделать выводы о социальной значимости соответствующих пищевых продуктов. Тем не менее, интерпретируя остатки пищи из определенных и предполагаемых культурных контекстов, понимание их социокультурной роли возможно только при анализе всей технологической цепи производства. Этнография и история показывают, как даже один аспект в компонентах или обработке может быть решающим для роли приготовления пищи в конкретном обряде. К примеру, брожение заквашивания было бы немыслимым в Маце в течение еврейского праздника Песах и гости у католиков латинского обряда. В отличие от Евхаристии, у православных и католиков восточных обрядов, где используется квасной хлеб как просфоры. Что касается компонентов, то римская мола сальса из обрядов древнеримской религии изготавливалась из зерен пшеницы двузернянки, в то время как большинство ритуальных хлебов Греции должно было состоять из ячменя. Место находок Поселение Штильфрид расположено на видном холме с видом на берег реки Марава. Оно относится к среднедунайской культуре полей погребальных урн и располагалось на перекрестке между более поздним так называемым Янтарным путем, идущим с севера на юг, и торговым путем, идущим с востока на запад к Малым Карпатам. Постоянные раскопки на участке проводились с 1969 по 1989 год Венским университетом. За это время было обнаружено около сотни ям в пределах поселения. Они имели формы усеченного конуса объемом от двух до десяти кубов и располагались равномерно по всему поселению. Они интерпретируются как бывшие ямы для хранения зерна и предполагается, что большинство из них использовалось неоднократно. Ни одна из раскопанных ям для хранения не содержала значительного количества мусора, как это было бы в случае их использования для захоронения отходов. Очевидно, что они были заполнены довольно однородной почвой за короткое время. Тем не менее их раскопки дали относительно большое количество и разнообразие объектов, часто в необычном состоянии или комбинациях. К примеру, в двух ямах были обнаружены человеческие черепа, а в одной семь скелетов. А в восемнадцати закрытых ямах для хранения были намеренно отложены туши домашних и диких возможно прирученных животных, потому как среди них были волки, зайцы и благородные олени, которые умерли от старости. Может, был своеобразный аналог зверинца. Находки фрагментов интерьеров домов в некоторых ямах указывают на ближлежащие жилые дома, но связь между домами и ямами неизвестна, потому как верхний слой был подвергнут изменениям еще со средневековья, сохранив только глубоко вырытые ямы. В целом большая часть находок соответствует необычному контексту со странной комбинацией находок и их сохранностью. Эти отложения из повторно заполненных ям для хранения вероятно могут быть поняты только благодаря ритуализированным процессам. Растительные продукты из поселения Обширные археоботанические анализы образцов из различных археологических условий Штильфрида позволили получить широкий спектр сельскохозяйственных растений. Среди зерновых преобладает проса обыкновенная до 60%. Далее следуют пшеница-однозернянка 9%, пшеница, которая похожа на современную пшеницу зондури тоже 9%, пшеница спельта 8%, ячмень обыкновенный 7%, магар или итальянская опроса 5% и полуполба или эмер 2%, а такие виды пшеницы как мягкая, твердая и тучная встречаются в незначительных количествах. Помимо зерновых, из Штильфрида следует выделить только удивительно ранние находки одомашненного винограда, двух видов культурного и лесного, которые интерпретируются как импортированные из Средиземноморья. Помимо семян, археоботанический анализ также привел к многочисленным свидетельствам различных обугленных блюд из злаковых, как фрагменты каши, куски хлеба и кашеподобное блюдо из крупно измельченных зерен ячменя, проса посевного и костра. Контекст обнаружения хлебоподобных колец Находки, проанализированные в статье, были извлечены исторично заполненные бывшие ямы для хранения зерна позднего бронзового века из восточной части городища. Яма объемом 2,8 метров кубических была глубиной 1,55 метра, расширяющаяся ко дну до диаметра 2 метра. В нижнем слое была найдена обугленная деревянная доска. Заполнение выше содержало элементы сгоревшего дома, такие как массивный слой обгоревших обломков с большими кусками мазни, обгоревшая древесина и разбитая керамика. В последнем преобладает грубая посуда, кастрюли и сосуды для хранения, большая часть которых имеет следы горения. Напротив, тонкая столовая посуда из того же слоя в основном не имеет признаков горения. Подобный состав вторичного наполнения, а также аналогичное состояние сохранности керамики, было обнаружено и в других ямах. Типологическое датирование керамики соответствует Гольдштадту B2 и B3, что соответствует возрасту 960-800 лет до н.э. Из слоя сгоревшего мусора было извлечено 14 колец из глины, а также 3 фрагмента колец из обугленного органического материала, которые интерпретируются как происходящие из трёх отдельных колец. Глиняные кольца имеют наружный диаметр 8,6-10,5 см и 6,2-7,7 см. Они, вероятно, использовались в качестве весов для ткацкого станка, на что указывают и следы использования. Подобные глиняные кольца были обнаружены и в других ямах. Три обугленных органических кольца значительно меньше, с наружным диаметром от 2,6 до 3,6 см. В том же слое были обнаружены и другие интересные находки, вертикально разделённый пополам сосуд с конической горловиной и штампованный предмет наподобие крышки, а также точильные камни, бронзовая игла, обработанные рога и фрагменты мазни. Всё это было прикопано почвой во избежание повторного осаждения или повреждения. Общий состав находок из ям, ясно говорит против длительного накопления мусора, но скорее указывает на единичное событие осаждения. Как и в других упомянутых выше закрытых ямах для хранения, необычная комбинация объектов в определённом состоянии квалифицирует сборку находок как преднамеренное и ритуальное осаждение содержимого ямы. Предполагаемая технология для хлебных изделий. При изготовлении колец использовалась мука из ячменя зерна и пшеницы. 34% измельчённых частиц классифицированы как мука или крупка. 52% варьируется в пределах современной классификации размера зерна наподобие манной крупы. Остальные 14% остаются в нижнем диапазоне зернистости. Самая крупная измеренная частица едва превышает 2,5 мм. Качество муки сопоставимо с подобным для современного хлеба из непросеянной муки. Следы указывают на замешивание при небольшом количестве воды и отсутствие ферментации, после чего тесто с низким содержанием воды раскатывалось с трубки, а концы соединялись. При этом следов соединения не выявлено. Далее кольца сушили на воздухе или вблизи слабого огня. Возможное значение колец. По сравнению с другими зерновыми находками из Штильфрида, кольца отличаются как по форме, так и по производственным процессам. Их тонко измельченная мука и преднамеренное формирование определенно указывает на то, что на их производство было потрачено больше времени, чем необходимо для приготовления обыденной пищи. Следовательно, кольца могли иметь большую ценность, чем другие зерновые продукты. По мнению авторов, наиболее сильным аргументом для ритуализированного значения колец является скопление глиняных и мучных колец в одном месте, что, по их мнению, вряд ли произошло случайно, а практическое их применение трудно представить. Поэтому исследователи выдвигают гипотезу, что кольца из теста были созданы специально для имитации глиняных весов ткацкого станка и, вероятно, не были произведены для потребления в первую очередь. Ранее в исследованиях уже отмечалось, что веса ткацких станков использовались в культовых целях и погребальных обрядах, но обычно это были предметы, напоминающие по форме усечённые конуса. Хотя учёные также отмечают, что не могут точно определить их назначение, как и время обугливания, может во время пожара или в ходе ритуального заполнения ямы. Послесловие Вместо выводов хочу акцентировать внимание на том, для чего я делаю расширенные обзоры с описанием контекста и так далее. Хотя я и отдаю себе отчёт, что ролики получаются, образно говоря, суховаты и скучноваты, но иначе получатся просто рассказы. Можно же было просто сказать, что нашли подобие сушек возрастом почти три тысячи лет из ячменя и пшеницы, изготовленных для пока неизвестных ритуальных обрядов. Но зная контекст и описание исследований, в будущем очень удобно складывать факты воедино. Если рассказать коротко, то можно упустить из виду многие детали, такие как форма ям для хранения продовольствия, какие злаковые были более распространены, про диких животных, умерших своей смертью и другие детали, которые позволяют представить жизнь в древних поселениях. Но также исследование показывает, что мучные изделия в древности могли использоваться непривычным образом по сравнению с их современными аналогами.